Шерлемейн Принципиально новая машина? Нет, не могу такого сказать. Я очень сильно надеюсь, что по результатам данного видео, как и многих других видосов у меня на канале, разработчики продолжать будут сдерживать свое слово в отношении предоставления мне абсолютной свободы слова и не заберут у меня пресс-аккаунт из-за того, что я не всегда высказываюсь позитивно о том, что они вводят в игре. Итак, Шерлемейн. Машина, я бы сказал, получилась не очень удачной. И сейчас объясню почему. Время сведения с учетом установленного оборудования составляет 4 секунды. Ну окей, хорошо, это можно было бы пережить. Что касается разброса, то очень приятная цифра. Здесь у меня никаких нареканий нет. А в отношении ДПМа нарекания есть. Всего лишь 2000 ДПМа. И все из-за того, что несмотря на 390 единиц Альфы, а это действительно хороший показатель на 8 уровне, мы имеем время перезарядки со всем установленным оборудованием, амуницией, с опытом экипажа прокачанным на все 100 и плюс еще до 7 левела прокачанный элитный опыт экипажа по всем видам техники. Мы все равно, ребят, имеем целых 11,7 секунды время перезарядки. И это действительно очень долго, с учетом того, что Шерлемейн не является живучей машиной. Угол склонения орудия вниз минус 8. Отыгрывается приятно. Здесь у меня опять-таки нареканий никаких нет. Если вдруг вам не хватает вашего бронепробития, то не радуйтесь. Голдовые снаряды вам ничем не помогут. Потому что здесь голдовым снарядом установлен осколочно-фугасный снаряд. Хэш-фугас, так называемый, с пробитием 158. То есть показатель в 227 единиц это максимальная цифра пробития, которой вы можете добиться. Да, вы можете забрасывать по 470 единиц урона на хэш-фугасах. Но опять-таки на восьмом уровне необходимо найти плюс-минус картонную машину, в которой данный хэш-фугас войдет на все 100 по урону. Это первое. Ну а второе, здесь прибавка идет, я бы сказал, не сильно существенная. Да, вроде бы целых 80 единиц к урону, но 470. Если бы здесь было как раз 530, как у обычного осколочно-фугасного снаряда в данном орудии, тогда окей, вопросов не имею, хотя бы понимаю. В данном случае не совсем понимаю вот эту вот разницу в отношении наносимого урона. Что касается бронирования по данной машине, я не могу сказать, что эта машина хорошо забронирована. Она забронирована как средний танк. Ребят, ну реально, посмотрим на машину спереди. Верхние два бронелиста имеют приведенку в 215, 110 в прямой проекции. Нижний бронелист, да, он вроде бы условно нормально расположен, но вполне спокойно выцеливается. И здесь у нас приведенка 117 в прямой проекции. Но, а я имею ввиду в прямой проекции, если смотреть прямо на своего соперника, а в прямой проекции сама броня имеет всего лишь 80 мм. Короче говоря, корпус здесь абсолютно страдальческий. Что касается башни, да, здесь есть приведенка. Приведенка хорошая, особенно по щекам, потому что башня полностью зализана, и слава богу, она не настолько огромная, как могла бы быть. Есть комбашня, но она не настолько велика. В то же время, если есть в бою точное орудие у каких-нибудь легких танков, которые издалека очень хорошо и точно стреляют, то данную комбашню они тоже выцеливают. Но зачем это делать, если виден корпус, то вашу башню никто трогать не будет, она никому не будет интересна. Что касается бортов и кормы, здесь нет ничего интересного, поэтому обсуждать не будем. Что касается ромбования, ну, вроде бы здесь все неплохо, все хорошо. Здесь хорошая приведенка, если стоять ромбом, но как бы ромбом ты не стоял, что бы ты не делал, никто не будет борта твои выцеливать. Опять-таки, потому что ваше орудие вот здесь расположено, и, соответственно, как бы вы не выезжали из-за какого-то укрытия, все равно будет виден верхний бронелист, нижний бронелист, и здесь, как вы видите, хвастаться особо нечем. Именно это и приводит к плохой живучести данной машины в боях, и я бы не сказал, что это, скажем так, объяснимо хоть чем-то. Дело в том, что если бы здесь был какой-то великолепный ДПМ, допустим, я бы понял картонность. Или наоборот, я бы понял низкий ДПМ с этой картонностью, если бы я хотя бы им забрасывал больше альфы. Но в данном случае ни тем, ни другим машина не обладает. ДПМ, как вы видите, да, лучше, чем у некоторых тачек на уровне, но в то же время есть огромное количество машин, у которых лучше ДПМ, чем у нашего героя. И скажу вам откровенно, играя на данной машине, мне очень сильно не хотелось встречаться с такими товарищами, как тот же самый, допустим, Action X, который наваливает тебе 2700 ДПМ, против которых ты ставишь ему 2 косаря ДПМ. И он накидывает тебе пускай по 190, но делает это очень часто и очень больно, и до безобразия неприятно. Также мне очень не хотелось встречаться в боях с такой машиной, как Акула Т-54Е2. Здесь не настолько большой разрыв по ДПМу, и да, 310 против 390 среднего урона, но делает он эти выстрелы через каждые, грубо говоря, 8 секунд. Плюс к тому еще и броней обладает. Поэтому данный товарищ мне и кажется машиной не сильно удачной, как для тяжелого танка. В нем есть определенные позитивы, но имбой его однозначно не назовешь, и я не могу сказать, что эта машина зайдет тем ребятам, которых интересует средний настрел за бой, или, допустим, машины, которые могут действительно кого-то испугать в боях. 35 скорость вперед, опять-таки, далеко не лучший показатель на уровне. Дали бы хотя бы 38, если не хотели давать 40. Что касается отхода назад, то при таком бронировании слабом 13, это, ну, честно говоря, немножечко попахивает каким-то издевательством, потому что все остальные машины либо бодрее откатываются назад, либо, в конце концов, имеют возможность принять удар от соперника для того, чтобы можно было выжить, ну и дальше продолжить кого-то кошмарить. Допустим, тот же самый ActionX имеет отход назад 12 километров, не настолько, не настолько меньше, но в то же время обладает бронированием. Ну и та же самая, допустим, Акула T54E2 имеет назад ход 20, а бронирование существенно лучше. Вот такая вот машина, и, как я уже сказал, я очень надеюсь, что разработчики не накажут меня за данное видео тем, что отберут у меня пресс-аккаунт. В конце концов, я всегда обещал своим зрителям высказывать исключительно честное мнение по поводу тех тачек, которые есть в нашей игре. Что касается внешнего вида, здесь вообще никаких претензий нет, машина смотрится очень круто, и я бы сказал, что попахивает дефендерами. Машина смотрится просто великолепно, действительно красиво, и когда ты играешь, ты видишь заднюю часть данной машины, и здесь хотя бы на что есть посмотреть. В конце концов, это не какие-нибудь унылые зады, типа вот такого, хотя здесь хотя бы обвесы какие-то есть. Ну, в общем, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Внешне машина удалась, вопросов абсолютно никаких не имею. И что самое интересное, что я порылся в коллекции своих камуфляжей на машины, и не нашел ничего более подходящего. Я имею в виду, что если у вас вдруг нет возможности взять данную машину с ее легендарным внешним видом, то что бы вы на нее не надели, машина будет смотреться, ну, прям в край простеньком. Она прям просится, просится к тому, чтобы у нее был ее легендарный внешний вид, которым ее разработчики наделили. Ну, согласитесь, особо здесь рассматривать нечего, когда машина в обыденном камуфляже. Ну что, обсудили технические характеристики, предварительное краткое мнение по машине я высказал, а теперь давайте попробуем взять данную тачку и поехать на ней в бой. Итак, друзья, поехали. Хорошо, что мы в топе, мы не играем против девяток, потому что когда я попал в несколько боев против девяток, мне было прям совсем в край сложно. И связано это с тем, что его, понятное дело, пробивают все, кому не лень, наносят огромное количество урона и при этом все, машина, соответственно, долго в бою не живет. Ну и от этого, безусловно, страдаете вы, в первую очередь, и страдаете из-за того, что вы не успели ничего годного и толкового в бою сделать. Поехали. Нас светанули, теперь все знают, что нас здесь трое, ну и, как я понимаю, соперники все находятся на том краю игровой площадки, соответственно, туда нам необходимо подкатиться. Вот Action X, про которого я вам говорил. Машина куда более скорострельная, куда более жалящая. Да, ты набрасываешь 380-390 и действительно средний урон очень часто выходит. То есть бывают такие моменты, когда на машине средний урон указан один, ну а по факту, когда ты играешь, то у тебя постоянно выходит меньше твоей средухи, причем существенно. На этой машине такого не встречается. Действительно, в этом отношении машина сбалансирована довольно-таки неплохо. Почему Action X сейчас меня не атакует? Скорее всего, из-за того, что он не совсем понимает, кто я. Машина в игре свежая, ну и, соответственно, он не хочет со мной связываться на всякий случай. Хотя я бы на его месте закатил сейчас и хорошенько дал мне прохезаться, потому что он действительно на это способен, просто сам в это не совсем верит. Что касается результативности машины по боям, то в целом она себя показывает неплохо. Я не могу сказать, что это прям какие-то фекалии, которые завели в игру. Просто данный геймплей зайдет далеко не всем. Это геймплей, который вы можете ощутить на таких машинах, как Т-2020, с такой же приблизительно скорострельностью. Вот сейчас я на автомате включил голдовый снаряд, забыв о том, что я играю с голдовыми фугасами. И Эмиль для меня абсолютно недосягаем в отношении того, чтобы его пробить. Только нижний бронелист мне придется сейчас пытаться выловить каким-то образом. Ну, либо надеяться, что он от меня отвернется, ну и, соответственно, забросить ему в бортину по башне. Потому что со лба башню пробить ему просто нереально. Вот угол склонения орудия. Он действительно очень комфортный, очень приятный. При этом всем я ни разу не сталкивался с ситуацией, когда, будучи на каком-то возвышении, я не могу опустить орудие вниз для того, чтобы отбросить снаряд туда, куда нужно. Что касается настрела. Настрел на данной машине давать, безусловно, очень сложно. Опять-таки, это связано с тем, что не исключена вероятность вылета в ангар раньше времени. Соответственно, играя на тяже, постоянно думая о том, чтобы сейвиться, но это не совсем тот геймплей, которого я ожидал от машины вот такого внешнего вида. Вроде бы неплохо отыграл, вроде бы все грамотно и правильно сделал, при этом всем даже 2000 урона у меня не получилось сделать. 56500 с учетом того, что у меня активирован прем-аккаунт, если бы прем-аккаунта не было, 34800. Я считаю, что за такой настрел это вполне нормальный результат. Только проблема заключается в том, что дать больший настрел на данной машине получается, ну, в край редко. Если на тех же самых экшен-иксе или на акуле я вполне спокойно за бой могу накидывать по 2500 урона и не считаю это каким-то существенным достижением, то когда на этой тачке я делал 2200-2500, я считал, что бой просто суперский и я отыграл прям на все 100. Давайте попробуем еще раз взять данную тачку, ну и попытаемся что-нибудь годное еще на ней сделать. Ну или, по крайней мере, сделать такой же результат. Итак, друзья, вторая каточка и с чем хотел к вам обратиться. Если вы за честность автора, если вы за честное мнение по поводу всего, что происходит в игре, если вы за честные обзоры на машины, без всяких нарезок, без всяких расхваливаний того, что не стоит расхваливать, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, обязательно жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующее видео. Впереди еще огромное количество новых машин, обзоры на которые уже готовы, и они ждут своего выхода. И точно так же, как на эту машину, обзор появится в игре на новые тачки, как только эти машины появятся в самой игре официально. Поэтому, друзья, не пропускайте эти видео и смотрите исключительно честные обзоры у меня на канале. Я снимаю специально для вас и буду продолжать это делать, что бы ни произошло. Спасибо большое за то, что поддержали канал, прожав сейчас на подписку. Ну что, поехали. Один тяжелый танк у соперников, можно продавливать. Есть товарищ, который делает вид, что он прячется, но у него это не получается. ЦЦшка в отношении отхода назад действительно слабовата. Так, в отношении времени сведения, все классно, все хорошо, в отношении точности нареканий тоже абсолютно никаких нет. Даже без полного сведения и даже на дальних расстояниях действительно орудие может четко выплевывать снаряды именно в ту точку, куда ты их отправляешь. Но опять-таки, вернемся все-таки к негативам по данной машине, потому что мне кажется, что это более важная информация, нежели позитив. Негатив по данной машине сейчас проявился тот же самый, который был и в предыдущем бою, там, где мы играли против Эмиля, а именно невозможность пробить своего соперника. Сейчас ЦЦшку мне пробивать некуда было. Был бы голдовый снаряд с повышенным бронепробитием, я бы забросил ей урон. Ну а так, ребята, остается только, скажем так, надеяться на то, что он повернется к тебе в нужную тебе проекцию. Ну и, соответственно, в таком случае я смогу все-таки сделать ему пробой, ну и, соответственно, накинуть урона. Так, подтягиваемся чуть выше. Сейчас попробуем хэш-фугас. Нет, довернулся. Перезаряжаемся. Все-таки хочу попробовать хэш-фугасом выцелить вот эту вот переднюю планку для того, чтобы показать вам, к чему это приводит. Ну вот практически ни к чему это не привело, потому что полного пробития не было, ну и, соответственно, полный урон нанести не получилось. Как видите, абсолютно спокойно, несмотря на то, что тут вроде бы очень бодрый угол наклона брони, верхних бронелистов, пробили меня абсолютно спокойно. Там как в левый, так и в правый бронелист есть рикошет от снаряда соперника, который по щеке башни правой прошел. Ну, там действительно приведенка хорошая. Но отыгрывать постоянно от башни на данной машине сложновато, потому что не каждый рельеф это позволяет, во-первых. Ну, а во-вторых, стоит помнить по поводу того, что это все-таки тяжелый танк, это не ПТшка. И стоять постоянно где-то в укрытии, играя на тяжелом танке, наверное, не то, чего ты ожидаешь, в принципе, от тяжелого танка. Я все-таки за то, чтобы в игре тяжелые танки были сбалансированы немножко по-другому. Если это тяжелый танк с хорошим ТПМом, то он может быть слабо забронированным. Если он слабо забронирован, то мне все-таки кажется, что должен быть тогда ТПМ повыше, для того, чтобы можно было что-то чем-то как-то компенсировать. Ну, а в таком случае получается, что на данной машине давать какие-то прям крутые результаты, да уж тем более от боя к бою, ну, не знаю, какой уровень мастерства для этого необходим. Смотрим на результаты боя, это поражение, и, как вы видите, я не вырезал это из видео, потому что хочу, чтобы вы видели полную картину. По любой машине, которую я зацениваю. Все-таки это ваша голда, это ваши реальные деньги, и вы должны быть готовы к тому, на что вы их потратите. 1630 единиц нанесенного урона. Что касается нашей результативности по фарму, то фарм в пределах того же уровня, что и в предыдущем бою. И это не может не радовать, потому что это было поражение все-таки, а не победа. Что касается нашей результативности по команде, то здесь третье место в команде по урону. Но все же, ребят, давайте будем откровенны. Это третье место связано не с тем, что мы много урона набросали, а связано с тем, что наши союзники набросали меньше, чем потенциально могли. И в целом я бы сказал, что бой был не просто проигрышным, а феерически быстро проигрышным. Поэтому и третье место в команде по урону. Я не знаю, что сказать про данную машину, так чтобы подсуммировать. Сказать, что это имба, язык не поворачивается. Сказать, что машина неинтересная, тоже не могу, потому что все-таки что-то в ней есть. И может будут игроки, которым она действительно зайдет. И в комментариях под данными видео вы напишите, что для нет, ГСН машина вполне себе годная получилась. Но я бы, честно говоря, не отдал за данную машину более 7500 золота. Даже несмотря на то, что это новая машина, великолепно выглядящая. Я все-таки за то, чтобы то, за что я плачу голду, приносило мне максимум удовольствия в боях. И чтобы из боевья выходил в приподнятом настроении. От данной машины у меня нет никакой оскомы. Я не ощущаю к ней прям какого-то полного негатива. Но и сказать, что из боевья выхожу прям сильно веселый, я не могу. Как я уже сказал, если вы за честность, то обязательно подписывайтесь на канал прямо сейчас. Ставьте лайки данному видео. И обязательно жмите на колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие видосы. Как я уже сказал, впереди нас ждут все больше и больше новых машин и игровых событий. Про которых я буду абсолютно честно вам вещать. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.